Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим сейчас разговор о первом послании апостола Петра и обратимся к третьей главе этого послания. В третьей главе апостол продолжает тот разговор, который был начат во второй главе, о том, что мы призваны употребить свою свободу, свою принадлежность одному только Богу для того, чтобы быть свидетелями добродетельной жизни здесь, в этом мире. И продолжая перечень, так сказать, конкретных примеров, апостол обращается к семье и говорит о том, как следует относиться друг к другу, женам и мужьям. И начинает он с довольно традиционной для того времени идеи, говоря, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Не потому, что эти мужья так уж прямо особенно хороши. Нет. А чтобы они житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое житие. Таким образом, точно так же, как в самом начале этого разговора, все из них вторая глава, апостол говорит о том, что вот это ваше чистое и добродетельное, богобоязненное житие, это то, что дает возможность вашим мужьям прославить Бога, увидеть эту правду Божью. И, кроме того, апостол говорит здесь же в этом отрывке, что украшение человека на самом деле – это не внешние какие-то плетения волос, золотые уборы или нарядность, но сокровенный сердце человека в красоте кроткого молчаливого духа. Ну и надо признать, что мы вообще-то не очень умеем видеть друг друга вот так, видеть сокровенного человека в каждом, с кем мы как-то строим взаимоотношения. Это надо учиться этому, это вовсе не приходит само собой, понимаете? Нетленная красота кроткого и молчаливого духа в сокровенном человеке сердце, если ты не умеешь к этому присматриваться, она тебе не откроется. И это само по себе очень-очень важно для любого читателя, причем любого пола. Но в то же время это все вещи достаточно известные. Гораздо важнее поразительные совершенно слова апостола в 7 стихе, которые он обращает к мужьям. И говорит, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, дабы не было вам препятствия в молитвах. И вот вместо всяких глупостей, вроде домостроя, на самом деле, конечно, христианам следовало бы вот этот стих наизусть выучить. Апостол Петр говорит о том, что мужьям следует обращаться с женами очень-очень бережно, как с немощнейшим. Это не имеется в виду, значит, вот слабость, имеется в виду хрупкость. Как с очень хрупким сосудом, оказывая честь, как сонаследницам благодатной жизни, оказывая честь, вот как «Бога бойтесь, царя чтите», так и к женам надо относиться, и с величайшей бережностью. Это само по себе уже чрезвычайно важно. Но дальше Петр еще говорит, дабы не было вам препятствия в молитвах. То есть он утверждает, и, кстати говоря, по опыту он абсолютно прав, я думаю, что множество людей будут об этом свидетельствовать, он абсолютно прав, что если ты не относишься к жене вот так бережно, с почтением, оказывая честь, то молитва твоя упирается в бетонную стену, неуважение, небережность к жене является препятствием в молитве, или становится, или создает препятствия в молитвах. Диалог с Богом невозможен. Если ты не дорожишь и не бережешь тем самым близким человеком, который вообще только может быть на земле, то молитва не получится. Это едва ли не уникальный, едва ли не единственный случай вообще в Библии, когда речь идет о том, что какая-то молитва может не дойти до Бога. Ну, потому что в основном все говорят о том, что Бог всегда слышит. Есть один случай, когда Бог не будет слышать. Это если ты не бережешь жену, не оказываешь ей честь. Вот, очень, видимо, не хотелось людям в древности слышать эти слова, поэтому их забыли, как только чернила высохли на рукописи Силуана, который это записывал. Да, это грустно, потому что если бы мы их знали, слышали и пытались реализовать, ну, наверное, многое в нашей жизни могло бы быть другим. Но ничего не поздно. Вот так по седьмому стиху третьей главы первого послания Петра относиться к жене можно начинать прямо сегодня, вне зависимости от того, что было в древности. Далее апостол пытается несколько обобщить то, что он выше говорил, и пишет «Будьте единомысленно, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренны, мудренны, не воздавайте злом за зло, благословляйте, зная, что вы к тому призваны». Вот он призывает христиан к единству, к братолюбию, к миру, к тому, чтобы быть источником благословения в этой жизни, не пламенных обличений, когда мы пытаемся возвысить себя, уничижая других, а действительно приводя Божье благословение на эту жизнь, пусть несовершенную, очень трудную, в которой люди совершают массу ошибок, и все-таки внести мир, внести благословение. Это потрясающе важно, и это и есть на самом деле христианское призвание посреди гонений, посреди враждебности мира. Об этом Петр дальше и пишет. Он говорит «Если вы будете ревнителями доброго, кто сделает вам зло?» Важно таким образом, что вы сами выбираете. Но если вы страдаете за правду, блаженны, блаженны вы, страха их не бойтесь. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Итак, снова апостол призывает стоять в правде, и тогда можно не бояться гонений, потому что тогда ты будешь в этом со Христом, тогда наши страдания действительно соединяются с Господом Иисусом Христом. Дальше апостол еще одно чрезвычайно важное указание дает или совет, может быть. «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашему упованию дать ответ скротостью и благоговением». Тоже не такое простое призвание, но апостол, тем не менее, считает, что если нас спросят, а на что вы уповаете, а почему вы вот такие, и ваша жизнь вот такая, ну, будьте готовы ответить скротостью и упованием о том, что мы такие и так живем, потому что наше упование на Господа Иисуса Христа. Для кого-то здесь важны слова скротостью и терпением, потому что нам нередко хочется сказать, что за две тысячи лет люди написали кучу книжек, возьми да прочитай. Для кого-то важно что-то другое, да, отчет в уповании, а есть ли у нас упование, потому что мы ведь уповаем не на то, что где-то кто-то какие-то правильные слова сказал, мы уповаем только на личность Христа. Вот эти отношения по-настоящему важны, это и есть вера, в которой следует дать отчет. Так или иначе, это очень важные для христианской жизни, христианской мысли слова. Обратите внимание, что апостол не пишет здесь «бегайте по улицам, сломя голову, всех хватайте за ухо и давайте им отчет в своем уповании, скротостью и терпением». Нет, нет. Как-то совсем по-другому апостол Петр представляет себе христианскую миссию. Собственно, для него она заключается в том, чтобы вести добродетельную жизнь среди язычников. И если спросят, если потребуют отчетового упования, дать его скротостью и терпением. И дальше апостол говорит о том, что что же касается страданий и гонений, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что Христос пострадал за грехи, наши праведник за неправедных, быв умерщлен по плоти, но ожив духом. Таким образом, здесь еще раз апостол формулирует эту основную мысль послания. Но мне кажется, еще чрезвычайно важным обратить внимание на 21 стих 3 главы. Апостол говорит о крещении, потому что перед этим он говорил о водах Ноя, о временах Ноя, о ковчеге, о том, что спаслись те, кто покорился Божьему милосердию. И через этот образ воды потопа мысль его обращается к крещению. Собственно, до некоторой степени вот эта аллегория крещения и потопа восходит действительно к мысли апостола Петра. Но важно, что Петр говорит о крещении. И это тоже удивительно, перпендикулярно нашим расхожим представлениям. Потому что Петр говорит крещение не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Обещание Богу доброй совести. Это, конечно, нож в острый для нас, которые крестят младенцев, потому что большой вопрос, как может и может ли этот младенец обещать Богу добрую совесть. Поэтому нам приходится здорово извиваться для того, чтобы, так сказать, богословски оправдать эту практику. А просто сказать, что мы так делаем, если действуем, что это правильно, нам тоже как-то трудно и страшновато. Тем не менее, все-таки, когда мы думаем о своем крещении, мы, я имею в виду, более или менее взрослые по возрасту христиане, но вот важно помнить, что это не плотской нечистоты омытия, а обещание Богу доброй совести. Тоже последние сотню лет наблюдаются в силу разных исторических причин жаркие дискуссии вплоть до бития лица между теми, кто считает, что нужно при крещении погружать полностью или погружать не полностью. Ну, если крещение – это плотская нечистоты омытия, то, конечно, надо погружать полностью. А если это не плотской нечистоты омытия, обещание Богу доброй совести, то, в общем, наверное, как-то по-другому можно к этому отнестись. Но самое главное, конечно, помнить о себе, что в момент крещения, когда бы он у тебя не произошел, ты в сущности обещал Богу добрую совесть. Поэтому мы и говорим о крещальных обетах. Вот в чем они заключаются. Вот что мы Богу обещали. И вот за что, вообще говоря, с нас спросятся. Субтитры создавал DimaTorzok